Для жизни ребенка и здоровья первое и самое главное – мама, ее тепло и, конечно же, грудное вскармливание. Мероприятие в рамках недели грудного вскармливания необходимо для информирования женщин о его пользе для здоровья ребенка. Также это возможность задать интересующие вопросы врачам и обсудить тему с другими мамами. Некоторые из присутствующих уже имеют опыт кормления, но есть и те, кто только готовится к этому этапу и нуждается в дополнительных знаниях. Это мой первый малыш, я пришла узнать о грудном вскармливании. Как не допустить лактостаза, как правильно прикладывать малыша к груди, наверное, это основное. Беседа пациенток Видновского перинатального центра с врачами прошла в уютной дружеской атмосфере за чашкой чая. Специалисты рассказали о приоритетах грудного кормления, правилах и способах прикладывания младенца к груди и пользе молока для здоровья новорожденного. В молоке есть все ферменты для усвоения. Ребенок ничего не делает. В молоке есть фермент, который расщепляет молоко в желудке. То есть молоко попало в желудке, растворилось и только всосалось. По мнению врача-реаниматолога, детской реанимации грудное молоко является жизненно важным источником питания для недоношенных детей. В этом случае использование искусственных смесей может даже нанести вред здоровью малыша. Органы, в том числе и кишечник, он готов воспринимать именно тот состав молока в сроке гистации, в который он родился. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мамы сцеживались, кормили своих детей именно сцеженным грудным молоком. А потом уже, когда они подрастут, идет прикладывание к груди и дальнейшее грудное вскармливание. Центр грудного вскармливания работает в Виновском перинатальном центре уже два месяца. Врачи оказывают поддержку кормящим мамам, помогают им организовать процесс грудного вскармливания и дают необходимые советы.